Ермак Мне пришлось много перелопатить исторических материалов и из двух тысяч страниц сделать спектакль, сделать сценарий, поставить это все. Это очень сложно. Написать музыку вместе со своими, естественно, коллегами, сделать музыкально-драматический спектакль, чтобы был интересен. Очень сложно давалась последняя сцена, как это сделать. И эта сцена, на мой взгляд, удалась, потому что мне не хотелось, чтобы Ермак погиб. И мне не хотелось, чтобы Ермак умер. И вот я его сделала в конце так, что он жив в народе, в памяти людей и жив в каждом из нас. Я скажу, что это действительно очень сложная работа. И, может быть, это дело всей моей жизни. Потому что в первый раз я коснулась спектакля по Василию Макаровичу Шикшину. Я пришел вам дать волю о стенке разни. Но сегодня время другое. Сегодня нужно объединять Россию и объединять наши народы. И поэтому вот этот спектакль создан для того, чтобы мы поняли все, что мы живем в одной стране. И мы должны друг друга любить. Не только любить, но и уважать традиции каждого народа. Непростой образ Ермака на сцене воплотил Андрей Ермаков. Он долго думал, сможет ли в полной мере передать сильный волевой характер полководцам. Это по возможности мудрый, спокойный, решительный, когда надо. Способный в ситуации, когда у всех паника, а когда паника мозги же не работают, сказать слово, чтобы оно на душу легло, называется, чтобы люди перестали быть зверями. Пойдем, жить будешь пока в моем турине, а там, глядишь, и свой наладят. Айда! А из какого же децарта государства? Из 30-х. От царя Булабона. Из деревни не делись на крови. Это же не секрет, что Сибирь осваивали и раньше. Но так, чтобы освобождать, быть освободителем малых народов в Сибири, это, естественно, удалось только Ермаку. И вот ведь не просто так Ермак освободил. Народу сами захотели уйти в православие и жить по законам, которые были на Руси. В спектакле использованы подлинные казачьи песни и музыка, написанная Светланой Смоленцевой. В постановке удачно сочетаются разные жанры – поэзия и проза, музыка и танец, актерские монологи и песня. Мы попробовали обкатать в деревнях, люди плакали. Понимаете, это не просто развлекательный спектакль. И здесь не надо смотреть, как они танцуют, как они ножку там держат. Хотя они хорошо все это делают профессионально. Здесь надо вглубь. Почему? Потому что здесь все сердце Ермака болит за Русь.